Субтитры создавал DimaTorzok Вот пришли из леса и нарвали там парасольки грибы. У нас называют их парасольки, а в России их называют зонтики. Они на самом деле как настоящие зонтики. Вот прям даже, знаете, есть где-то на пляжах вот такие сеном покрытые. Ну точно зонтики. Ну вот еще вот такой. Вот я ножки уже все отломала. Вот такая она была. Что-то поздно мы решили. Так, Владик, подожди, вот еще хочу показать целенький. Вот такой вот. Мы их уже изучили. Я в Ютубе и в Гугле посмотрели все. Это они и есть. Уже жарили мы их, кушали. Да, мы перед этим еще рвали, жарили. И вот я их сейчас все от ножек вот эти почистила. Которые вот такие прям как плоские были. Вот примерно такие, как вот эти шляпки. Ну и решила маленькие такие по-другому. Просто кусочками пожарить их с луком. И в морозилку можно. А потом в сок можно их добавлять. Я почитала в Ютубе. Вот эти все половинки. Вот они, посмотрите, какие чистенькие. Я, правда, их и почистила, и обмыла маленько. Хотя их, говорят, даже можно и не... Ой, извините. Да, их сырыми можно даже кушать. Да, да, я читала. Нет, ну я и просто говорю. Вот теперь вот так вот сложила их все вот такими шляпками, как бы верхом к верху. И сейчас их посолю, поперчу с двух сторон. И буду жарить. В кляре? Да, буду жарить их в кляре. Ну вот и покажем это еще. Ну вот я развела кляр такой. В общем, взяла сюда 4 яйца и 4 ложки муки. И добавила сюда еще соли, чуть-чуть перцу. Не сильно, потому что я тоже это буду отдельно еще солить, чтобы пропитался. Потому что я недавно жарила грибы. Потом попробовала. Они были, вроде солила нормально. Как будто соли было маловато. Ну я немножко сюда. Вот. И вот такой кляр получил. 4 ложки муки и 4 яйца. Вот это я порезала все. Я буду это все жарить. А потом положу в пакетики и заморожу. Вот лук сюда. А эти сейчас... И на сливочном масле тебе бы уже жарить, да? Я хочу, да, попробовать на сливочном масле их пожарить. Теперь вот эти, которые в одну сторону смотрят, вверх их, я немножко их вот так присолю. И дам им чуть-чуть как бы полежать, чтобы они слегка соли-то впитали в себя. Много не буду. Так. Теперь вот этот еще перцем сверху. Теперь я их переверну. Вот отсюда начнем. Сюда, конечно, лучше впитается соль, я думаю. Из этой стороны такая негладкая. Так они у меня вроде... Смотрите, какие они чистенькие, аккуратные. Я думаю, смотрятся неплохо. И так все переверну сейчас их. И еще раз пройдусь с этим перцем. Я думаю, что это немного. Они не совсем тоненькие. И сверху еще слегка присолю их тоже. Потому что если еду готовишь, и она или недосольная, или пересоленная, это портит весь вкус. Ну, вот так. Теперь дам им постоять. Ну, с полчаса, наверное. И начну жарить. Ну, вот сейчас буду жарить. Я маленько возьму растительного масла. Потому что, чтобы она не горела. И добавлю сюда маленько... Не маленько, а сколько нужно. Ну, я так кусочек сливочного. Вот. Сейчас оно разойдется. Растает масло. И я туда лук сброшу. И буду жарить вот эти грибы. Я вложу в кляр. Не знаю, как оно хорошо. Вроде как обволакивает. Сколько тут войдет, не знаю. Ну, вот, что-то красиво. Да, еще еще не есть. Называют их шницели. Говорят, что это вкуснее, чем мясо. Мы ни разу, конечно, не жарили. Ну, да, ну, вот сейчас попробуем. Ну, вот попробуем, как это... Получается. Ну, вот четыре половинки всего входят. Ну, и хватит. Так и пережарим, ну. Вот, пускай они теперь жарятся. А потом покажем результат. Там у нас эти жарятся. Короче, целое производство грибное. Ну, вот, мне кажется, они уже готовы. С одной стороны переворачиваем. Немножко брызг будет, конечно, нежелательно. Вот, ничего нечего. Можно было еще побольше вот это. Но посмотрим. Можно еще потом рожать переворачиваться. Ну, где-то минуты три она получилась с одной стороны. Да, не больше. А, пускай его. Брызг, потому что они все-таки влажные. Ну, конечно, вода. Их можно было не мыть, но я не знаю, я как-то не могу. Я все равно вот мыла и салфеткой промакивала их, как подсушивала. Но, тем не менее, они такие сыроватые. Ну, вот, Владик, посмотри. Я еще чуть-чуть вот эти вытаскиваю. Вот такие они получили. Я их положила в салфетку, чтобы не жир, как бы не хотелось их, чтобы не в одну сторону смотрят. Ну, вот так. Ну, все равно масла достаточно. Вот сейчас на салфеточку сюда сложу и положу следующее. Пахнут, конечно, пахнет очень вкусно. Я думаю, что это должно быть неплохо. И сейчас мы положим вторую порцию. Эти тоже жарятся. Да, слушай. Да, они пойдут все в холодильник потом на раздевочку. А потом супчик или что-то еще. Картошечку можно жарить, добавлять. Очень вкусно. У нас получилось вот этих... Ну, они прям похожи, конечно, на шлипсы, или как пишут многие, кто готовит. Я хочу сказать, что мы, конечно, сами, это для нас сильно много, мы отдадим. Сейчас поедем, отвезем детям. Мы уже вчера жарили, ели эти парасольки. Мы уже как будто заелись немножко. Ну, вот почти что-то вроде. Точно кляра сколько много надо? Ну, ничего, делаю сейчас еще. Ну, кляр, одно яйцо, одна ложка муки. Расчет такой. Да, ну, все, пускай жарятся. Потом покажем всего, сколько у нас получилось. Ну, вот, нажарили мы вот таких вот шницелей, как их называют. Из зонтиков. Я хочу сказать, что вот, вы знаете, если кто-то... Даже можно и не понять, что вообще это такое. Ну, теперь я хочу, чтобы вы не думали, что мы вас обманываем, что это грибы. Теперь, конечно, трудно доказать, что это грибы. Хочу для вас попробовать. Ну-ка, в разрезе покажем. Маленький кусочек себе. Ну, вот они получились какие. Я хочу честно сказать, пока я жарила, мы один уже сладиком съели, но это было так вкусно, мы просто не удержались. Такой запах, давай попробуем. Ну, я, конечно, извиняюсь, что я ехаю. Очень вкусно. Ну, мне кусочек. Ну, иди сюда. Вообще, знаете, даже грибами и не пахнет, да, Маленький? Обалденно, вкусно. Ну, конечно, это как будто курица, да, Маленький? Очень вкусно. А вот это из той сковороды, которая рядом там жарилась. И вот такие баночки. Мы отвезем их сейчас детям. Эти повезем. И вот эти. Пускай они хотят, суп сварят. Захотят. И вот у нас еще лаврушка. Когда мы были в Хорватии, нарвали, насушили, тоже дадим им. Да. Ну, и мед тогда уже мы тоже им купили. Ну, и ладно. Всем всего доброго. Спасибо вам заранее за просмотр. Хочу вам пожелать здоровья всем. Будьте здоровы, энергичны, хорошего вам настроения. И собирайте грибы. Правда, нормальные, съедобные. Всем пока. Всем пока.